Музыка Мы будем принимать решения, основываясь на всех мнениях, прежде всего, ключевых участников. Помимо горожан, ключевым участником является Министерство обороны, является Министерство образования, является правительство города Севастополь. Соответственно, если у ВУЗа в его стратегии развития существует условно срочная потребность в этом здании, то это решение может быть принято в пользу Севастопольского государственного университета. Для нас переезд в Банковскую академию, помимо, как все это оценивают, освобождения исторического центра и работы в рамках концепции Алексея Михайловича Чалова, этот переезд носит еще и другую стратегическую задачу. Это повышение управляемости правительством, которое разбросано в 46 зданиях. И даже департаменты разбросаны в трех-четырех местах. Для меня это вопрос эффективности и выживаемости с точки зрения результата правительства. Чтобы мне не говорили о том, что мы сидим в трех зданиях, что с нас взять? Условно, это настройка системы электронного документа оборота, это правильная конфигурация работы, размещения людей. То есть для меня это совсем другое значение, не только исторический центр. И для меня этот вопрос, конечно, насущен. И Министерство обороны тоже позиция понятная, предложенная, я так понимаю, уже во второй раз. Не знаю, как ее поддерживает. Я буду находиться в интересной ситуации. Мы являемся собственниками этого здания. И правительство правомощное принять решение туда переехать. И, как вы сказали, третье место. Мы сейчас идем не самые первые, не самые вторые, а третье. Но влияние большое на это решение будет иметь, конечно же, министр обороны, который в соответствующем обращении вышел к президенту. И второе место – это Севастопольский государственный университет. Соответственно, вот три участника, и есть тот условно-коллегиальный орган, который будет принимать решение. А может быть, сроки будет виза принимать этого решения? Технически мы это здание получим обратно 1 октября. Соответственно, мы будем находиться на балансе проекте, что будем его содержать. Мы, с этой стороны, готовимся финансово. То есть, проведем полный расчет. И расчет, который покажет эффективность решения переезда. Понимая, что с точки зрения горожан это будет, уже окончательно понимаю, не на первом месте, будем исходить из того, каким образом я все время просто возвращаюсь к размышлению, кто же будет принимать решение. Понимая, что, конечно же, я буду принимать решение под воздействием вот этих всех факторов. Ну, пока ответа на это решение нет. Ответ будет дан 1 октября. Глава государства наложил соответствующую резолюцию, поддерживающую министра обороны, но соответствующая поддержка была и на обращении правительства Севастополя. Поэтому мы должны все это обсуждать, в том числе во время рабочего визита заместителя министра обороны, который приедет 13 сентября. У нас не только Нахимовское училище и Банковская академия нуждаются в обсуждении. У нас много других вопросов с Черноморским флотом. Мы подготовились, направили соответствующую позицию, которая нас интересует Черноморский флот и Министерство обороны. Это было несколько дней назад, в понедельник. Соответственно, за две недели у нас есть вопросы и генплана, и свободных земельных участков, и строительство домов, и ввод новых домов, и социальные объекты, и училища. То есть у нас много вопросов, которые нам нужно садиться и обсуждать. А если есть две недели, будут ли паромы включены? Все вопросы включены. Даже перечисленные проблемные моменты, которые волнуют горожан строительства, соответственно, они все приложены, направлены, и мы попросили сами сформулировать видение, каким образом эти вещи решать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова